Весенние розетки У меня эта розетка стоит в ящике с карандашами И просто создает атмосферу Как такового назначения, кроме как декоративного Конечно, у этой розеточки нет Но я не понимаю, почему до меня раньше не дошло Что это прям вот такой головной убор Который любят многие кукольники И кто мишек зайчиков шьет, одевают такие бонетики Поэтому идея вообще лежала на поверхности И почему я так долго не могла ее достать из воздуха И сделать именно личико девочки В обрамлении таких цветов На самом деле цветы часто используют Когда шьют такие головные уборы Нам и вам и мне понадобится Небольшая полоска бумаги Сантиметров шириной 4 Нет, высотой где-то около 4-5 сантиметров А длину я, как правило, использую на весь лист Это 30 сантиметров 30-35 сантиметров Какой там стандартный формат бумаги По-моему, 30 на 30 Ну, 30 сантиметров Если у вас есть, например, подходящая бумага Но не такая, не достаточно широкая Ее, конечно, можно просто склеить друг с другом Вот, и сделать уже себе полосочку Личики я рисовала свои У меня есть вот такая девочка Которую сегодня я буду использовать в розетке Также у меня нарисован медвежонок И, честно слово, был нарисован еще зайчик Но он куда-то делся, так как рисовала их довольно давно И так как я уже занималась русалками и другими вырезашками И делала тут тег тоже на прозрачной основе новой Видимо, мордочка зайчика куда-то в обрезках задевалась Личики можно брать вообще откуда угодно Вот эти девочки Хорошо бы смотрелись Они очень удачные по масштабу И направление у них такое Подходящее вот именно к этой задумке Как головной убор И единственное, что к этим девочкам я бы, конечно, выбирала Не тильду Вот, а более такую винтажную бумагу Тут еще очень важно, конечно, сбалансировать Размер и стиль личика или мордочки Которую вы выбираете с общим видом розетки или бумаги Вот эти розочки сюда бы, например, к девочке подошли бы больше Можете также взять уже готовые изображения мордочек мишек Если вы мишкодел Занимаетесь медведиками, зайчиками Вот, и возможно у вас есть какой-то свой определенный стиль И вы одеваете своим мишкам вот такие головные уборы Можно взять, распечатать фотографию или нарисовать Ну, посмотрите, как здорово Мишки смотрятся в таких шапочках И у меня еще есть такая идея Я хочу попробовать делать рисунки кукол Именно по готовым И вполне возможно такие розеточки можно уже будет класть вместо паспорта Ну, в общем, если вы делаете мишек И не заморачиваетесь каким-то сложным паспортом Но хотели бы сделать приятное коллекционеру или покупателю Вот такие розеточки с мордочкой вашего мишки были бы просто идеально Можно вырезать личики из различных антикварных вот таких листов Можно, кстати, на пинтерест напечатать И использовать уже распечатки Все, сейчас Я думаю, даже если вы не рисуете То изображение личиков кукольных найти можно Единственное, что, может, еще скажу Что изображение личика Оно должно соответствовать этому образу Когда на это лицо Одет головной убор Потому что, ну, представьте, если вы распечатаете, например, что Ну, допустим, не знаю, Марлин Монро В таком стиле пуп-арт И приделаете ее на эту розетку Это будет немножко такое просто диссонанс и несоответствие В общем, в убранном образе Поэтому прежде чем приступать к работе Подберите материал и подумайте, какой конечный результат вы хотели бы видеть на розетке Это будет яркая декоративная розетка Или Накова спокойная Винтажная Или, возможно, у вас какой-то свой стиль Не знаю, там какой-нибудь Карамельно-пирожный И вы будете делать Ну, личико-блазь, допустим, да В такой шапочке С пирожными Или какими-нибудь звездами Не знаю, единорогами И все такое Я розетки собирала с помощью убеговочной доски Ну, если она у вас есть Вы, конечно, без проблем Сделаете на ней розетку Укладываете полоску И вот таким образом Бегуете на том расстоянии Которому вам нужно Можно сделать Как эти называются Не перфорацию А как сгибы рядом Друг с другом Или на каком-то расстоянии Если у вас нет декоративной доски То вы делаете это по старинке Как все В детстве делали себе Как их Веерочки Берете либо тупые ножницы Ну, либо скальпель И делаете разметку И вот таким образом Вручную Бегуете И потом Все собираете Специальных Способлений Для создания Вот такого веера Не нужно Я вот в детстве Делала вееры Из бумаги В линейку Можно сгибать Прямо по линейке Я думаю, что вы тоже Нечто таким Занимались Край Полоски Которая В дальнейшем Будет розеткой Можно сделать С помощью дырокола Ну, любой дырокол Если у вас Есть Что-то уже В наличии То, конечно Можно сделать Я думаю Это для вас Не новая информация Если нет То, скорее всего Вы не пойдете Специально покупать И используйте Тогда Либо фигурные Ножницы Вот как я Сделала И в случае В том, в котором Будем сегодня делать Розеточку И уже На готовой Бумагу Выбирайте Ту, которая Вам нравится Это могут быть Мелкие цветочки Полосочка Горошек Это может быть И крупные цветы И крупные рисунки И мелкие В общем Тут Все Что Вам нравится И подходит По стилю Нам еще Понадобится Палочка У меня Палочка для суши Я ее заранее Покрасила Можно использовать Вот такие Трубочки Для коктейля Они сейчас Очень красивые Я их даже уже видела Думала купить Но что-то Передумала Они с различными Рисунками Есть в горошек В полосочках В общем Тоже очень красиво Будут смотреться На готовой Розеточке О кружевах И О таких Салфетках Мы уже поговорим По ходу Покажу Что можно Что как Можно использовать И конечно У меня здесь готовы Уже небольшие Цветочки Какие-то бусинки Которые Я буду использовать Уже непосредственно В декоре Ну и клей Поэтому Давайте Потихонечку Приступим Сначала Нам нужно Склеить Розетку Я уже вначале Говорила Что Не берите Больше Пяти Сантиметров Высотой Полоску Потому что У вас будет Такая Просто Гигантская Розетка Для склеивания У меня Есть Малярный Скотч Ну это Чтобы не Держать Долго И Ну клей Момент Естественно Так И я сейчас Вначале Вырежу Из Обычной Бумаги Небольшой Круг Чтобы На нее На эту Окружность Потом Собрать Розетку Эта Окружность Будет Не видна Она Потом Закрыта Будет Поэтому Можно Вырезать Ее Из Обычной Бумаги Не Обязательно Из Скраповой Отрезаю Небольшие Полосочки Малярного Скотча Ну опять же Это чтобы Закрепить Бумагу И не Держать В эфире Для своей Розетки Я взяла Бумагу Тильда С розами Где-то Даже Я ее Оставила Чтобы Показать Вот Вот Этот Набор И У меня Вот Эта Полосочка С розами На таком Красивом Зеленом Фоне Погнали Погнали Клеиваем Тут Конечно Придется Немножко Приловчиться Потому Что Бумага Не сразу Захочет Укладываться В розетку И Вот Этот Стык Чтобы Он у меня Потом Не разъехался Я Укрепляю Малярным Скотчем А теперь Смотрите Это Шикарная Корзиночка Для кексов И Миленькая Юбочка Для какой-нибудь Бумажной Куклы А также Шикарный Абажор Для Кукольного Домика И Теперь Нам Нужно Сделать Из розетки Окружность Наношу Вот На эту Нашу Кругую Основу И Подклеиваю Вот Здесь Придется Немножечко Подождать Но Сейчас Я Еще Проклею Ребра Розетки А теперь Сильно Сильно Давим И Придется Немножечко Подождать Пока Клей Схватится С Основой Но Тут Еще Есть Один Маленький Нюанс Так Как Вы Все Ну По крайней мере Кукольники Которые Шьют Бонеты Представляете Все Что Это Такой Бонет Он Немножечко Имеет Наклон Если Вы Здесь На Готовую Розетку Посмотрите Она Не Плоская И Вот Здесь Очень Важно Создать Еще Вот Такую Углубление Внутрь Этой Розеточки Кстати Вот Этот Шов Он У нас Пойдет Обязательно По низу И В дальнейшем Будет Закрыт Бантиком Ну Или Каким Нибудь Декоративным Узорчиком Я бы Кстати Здесь Тоже Сделала Вот так Вот Скотч Что Он Лучше Держит Чем Клей Я надеюсь Видно Что Розетка Имеет Не Плоский Вид Дальше Кстати Есть Что-то Напоминающее Такой Китайский Веер Ну Что Если Вы Сделаете Ее Плоско То Это Не Будет Совсем Похоже На Именно Головной Убор Я Уже Вначале Говорила Что Это Моя Главная Была Идея Сделать Эту Розетку Напоминающую Банетик И Чтобы Личико Девочки Было Как бы Внутри Этого Головного Убора Дальше Когда Ваша Розетка Склеена Собрана Можно Подобрать Какой-то Край На самом Деле Можно Ничего Не Делать Но Мне Всегда Нравилась В Бумажных Работах Такая Многослойность Разнофактурность Поэтому Я Вам Советую Все-таки Здесь Подобрать Какой-то Задник Можно Использовать Готовые Салфеточки Главное Чтобы Они Подходили Вам По Диаметру Вот Эта Салфетка Красиво Посмотрелась Но Она Маленькая Можно Использовать Различные Кружавчики Которые У вас Остались От Каких-то Других Проектов Или Пошивов Платья Сетку Можно Собрать Любую Мне нравится Когда Это что-то Воздушное Не Плотное Я бы Не стала Делать Второй Слой Из Розетки Так Как Хочу Создать Некую Воздушность Можно Использовать Бумагу Тишью Если вы Занимаетесь Крапом Тоже Скорее Се У вас Есть Или Если У вас Какие-то Посылки Были Как правило Мастера Любят Заворачивать В нее Свои Работы Можно Ее Использовать Вот Такие Различные Сеточки Тоже Пустить По Краям Я Решила В Своей Розетке Использовать Остатки Вот Такого Кружева От Платья У Мне Остались Мне Показалось Что Это Выглядит Ну Будет Выглядит Очень Красиво Воздушно И Опять же По Весеннему Наношу Клей По Краю Розетки С Обратной Стороны Конечно Нахожу Где У меня Стык Внизу И Здесь Оставляю Вот Этот Край От Кружева Мне Еще Нравится Что Довольно Эластичный Не знаю Вот Эта Тесьма Из Органзы И Очень Удобно Укладывать Так Вот По Краю Розетки Лишнее Обрезаю Здесь Кстати Можно Собрать На Нитку Если Останется Время Сделаю Вот Или Просто Подклеить Конечно Такие Торчащие Края Края Нам Не нужны Я Сейчас В эфире Не буду Трать Время Понятно Что Потом Вы Закрываете Все Эту Некрасивость Какой Нибудь Красивой Тоже Розеточкой Подтяну Чтобы Край Везде Выглядывал На Одинаковом Расстоянии Именно Вам Камера Передает Вся Воздушность Дэрганзы Я Сейчас Соберу И Потом Почитаю Ваши Комментарии Пока Вижу Что Никто Ничего Не Комментировал И Не Спрашивал Основа Головного Убора Готова И Дальше Будем Составлять Композицию Кстати Про составление Композиции Тоже Будем много Говорить В скраб-клубе В каждом Занятии Будем Рассматривать Вообще Композиционные Приемы Как Не Делать Кашу В работах И Как я Вам Уже Сказала Первое Занятие Будет Самое Наверное Потрясающее Это Будет Тег На Прозрачной Основе Вообще Мне Сейчас Очень Нравится Работать С прозрачными Текстурами Я Мне кажется Накупила Довольно Много Опыта И Материалов И Могу Уже Делиться С этим Вы Посмотрите Если бы У меня Вот Это У меня Осталось Платье Шарнирной Девочки Если бы Конечно Было Побольше Вот Это Кружево Нет Это Не Кружево Что-то Что-то На резинке Какая-то Декоративная Тесьма Ее Конечно Тоже Можно Было Здесь По краю Сделать Я Подумала Что Может Это Использовать Как Какой-то Воротничок Для Девочки Кусочек Такой Красивый Я его Не стала Выбрасывать Вообще Никогда Не Выбрасываю Кусочки И Вам Потому Что Девчонки У нас Будет Занятие В котором Будем Делать Альбом С цветами Из Просто Всяких Остатков Я Вам Хочу Напомнить Что Эфир По Скрапу Будет Отдельный Может В конце Следующей Недели Там Я Уже Подробненько Все Расскажу Объясню Но В этом Скрапкове Будет Одно Занятие Оно Мега Крутое И это Не совсем Скраповая Работа Но Походу Я Вам Расскажу Как можно Еще Будет Использовать Брошку Будем делать Из молдов Тиффани Да Я Я Сейчас Быстренько Покажу Есть В этих Работах Что-то Такое Что Позволяет Мне Вообще Отдохнуть От Основной Работы Я сейчас Активно Занялась Шапнирными Куклами И В выходные Или по Вечерам Как раз Таки Занимаюсь Чем-то Не связанным С куклами Броши У меня Какие-то Лежат Недоделанные Но В общем Давно Я Хотела Сделать Что-то Подобное Тут Шикарные Молды Тиффани Кстати На неделе Будет Эфир Посвященный Молдам Надеюсь Не пропустите Вообще На следующей Неделе Довольно Следующей Неделе Будет Довольно Активная В плане Эфиров Так Я вам сейчас Покажу Как делать Цветочки Походу Хотела Сделать Вот такой Же Цветочек Он Сделан Из Бумаги Я Поврезала Тильдовский Ну Конечно Же Цветочки Вот Они На самом Деле Есть Такие Цветы Во многих Бумагах Если Вам не Нравится Тильда Я прошу Не зацикливаться На ней Дело Что У меня Процентов 90 Бумаги Это Тильда Потому Что Она Меня Вдохновляет Я Люблю Ее Поэтому Поврезала У меня Три Разных Формата Большой Средний Маленький Цветочек Я Их Сбрызгиваю Так Вот На следующей Неделе Будет Эфир По Молдам Мне Нужно Выбрать Вечер И собрать Пару Коробок Это Наверное Самое Утомительное Собирать Коробочки Кладу На Подушечку И Вот Так Можно Дотсом Можно Не знаю Краем Кисточки Ну Любым Неострым Краем Чтобы Не продырявить Вот Так Надавливаю Середину Чтобы Они Загнулись И Стали Объемненькими Вот Расскажу Про Молды Также Вот Покажу Брошь На самом деле В мастер-классе В Скоробклубе Будет Две Брошечки Ну Как Вы Могли Заметить Та Которая Я вам Показала Она Немножко Сложная По Выполнению И Конечно Просто Так Вечером Вы Наверное Не сможете Сесть И Собрать Ее Потому Что Нужно Будет Прикупить Кое-какие Материалы Ну И Там И Стразы И Вот Эти Как Как Называются Штучки Которые Брошка Прикрепляет А Вот Второй Вариант Броши Будет Очень Простой Но Очень Милый Там Понадобится Только Личика Можно Использовать Молд Тиффани Можно Брать Свои Антикварные Тут Я Вас Не Ограничиваю Хоть Не знаю Кукол Барби Сливаете Ну Делаете Вот Я Собираю Цветочки В общем Вторая Брошь Можно Будет Делать Любой Ну Брать Любой Слепок Вторая Брошь Будет Более Простая Там Нужно Будет Только Да Ну Собственно Личика Ну Ткань И Ножницы Иголок То есть Он Настолько Простой Вот Второй Вариант Брошь Может Можно Уже Делать Просто По вдохновению Вечером Там Не нужны Будут Специальные Какие-то Потериальчики Вот Смотрите Так Просто И быстро Получился Такой Маленький Цветочек Я думаю Прошло Время Наверное Учиться Делать Вот Такие Цветы Самостоятельно Потому Что Я не знаю Примовские Цветы Еще Можно Где-то На Сайтах Купить Или Уже Нет В общем Честно Говоря Пока Ничего Не буду Скать Может Они Где-то И Есть Сейчас Мы Вклеим Личик Личико Вклеиваем Оно У нас Будет Объемненькое Не Прямо К розетке Для этого Понадобится Какой-нибудь Вот такой Картон Можно использовать Гофрированный Ну Ну Или Склеить Кусочки Так Фурнитура Замочками Фурнитура Замочками Так Ну Я Где-то Нить Диалога Потеряла Наверняка У Брошек Вот Есть Вот Этого Крепления Крепления С помощью Которого Броши Прикрепляются К одежде Есть Какое-то Специальное Название Мне Тоже Нужно Будет Зайти В Леонардо Прикупить Если Вы Сейчас Уже Уже Готовы Делать То Я Не буду Вас Сильно Томить Можете Спрашивать Какие Нужны Будут Материальчики Для Создания Броши И Может Показаться Вначале Что Эта Брош Не имеет Отношения К Скрап Работам И Скрап Клубам Но Не знаю Может Я Когда Буду Эфир Проводить По Скрап Скажу Еще Такая Брош Может Быть Идеальным Элементом Для Альбома Открытки Так Я думаю Что Здесь Наверное Один А Также Стать Очень Красивым Ребятам Паспорта Кукольного Особенно Если Вы Делаете Например Куколок Тиффани У вас Есть Этот Молт Можно На Паспорт Уже Сделать Вот Такой Декоративный Элемент Моя Брошь Конечно Довольно Сложная Не обязательно Так Все Усложнять Можно Идею И Собирать Подобные Вещи Это Я к тому Говорю Что В Этот Потом На Недели Не Расходитесь Я Буду Объявлять О Эфирах Чтобы Вы Не пропустили Будет Очень много Интересного Да Подобрать Я Скажу Что Вот Эти Все Крупноватые Посмотрим Алену Конечно Запись Эфира Будет Если Никаких Технических Сбоев Не будет То Эфир Я Сохраню Конечно Теперь Очень важный Момент Я Готовый Вам Покажу Чтобы Сохранить Эту Иллюзию Объемности И того Что Розетка Как Надета На голову Кукла Вот Эти Передние Цветы Мы Делаем Будем Клеить Непосредственно На Волосы А Вот Эти Задние Цветы Уже За Волосы Иначе Если Вы Просто Здесь Все Налепите Потеря Ну Вполне Возможно Потеряется Вот Эта Объемность И И Исчезнет Сама Идея Головного Убора Поэтому Часть Цветов Я Буду Клеить На Волосы Да А Другую Часть За Сейчас Я Только Подберу Вот Это Хорошо По цвету Подходит И Я После эфира Уберу Зеленые Тени Они Они Немножечко Ну Выбиваются Из образа Я хотела Делать Что-то Яркое Такое С Карамельками Красными И розовыми Такую Конфетную Девочку Но Походу Немножечко Передумала Поэтому После эфира Достану Краски Сделаю Наверное Эти тени Более Приближены К этому Мятному Цвету К основе Вот этот Цветат Мне кажется Немножко Крупным Поэтому Я Просто Уберу Вот этот Нижний Слой Сделаю Саму розочку Чуть Поменьше А вот Эти Хочу Наверное Покрасить В зеленый Сейчас мы Наклеим Хочу Чтобы Они Выполняли Роль Листочков Я Здесь Специально Оставляю Расстояние Оно Будет Закрыто Цветочком Но При этом Я хочу Чтобы Они Выглядывали Я Использую Покупные Цветы И Конечно Иногда Их Не хватает И Делаю Сама Вот здесь Например Розочки Мне кажется Мы делали В каком-то Тоже Мастер-классе И у меня Вот две штучки Остались Вот эти Самодельные Также У меня В том Аккаунте Который Потом Взломали И украли Был Потрясающий Фир Где Я Показывала Как Делать Цветы Из Бумаги Не Буду Сейчас С уверенностью Говорить Надеюсь Он Есть На Тюбе И Там Как раз Можно Было Посмотреть Я Могу Вырезать Основу Какую-то Из Бумаги Но Собрать Их Сама Там По-моему Даже Делали Цветы Из Обычной Офисной Бумаги В общем И Готовые Использую И При Необходимости Конечно Сама Могу Сделать Практически Любые Цветы И Вот В Скраб Клубе Будем Делать Альбом Такой В новом Форматике И Там Как раз Таки Будут Цветы Но Они Будут В основном Из Остатков Ткани Просто Такие Накидывается Все Но я уже Попробовала Это Мега Круто Не хочу Просто Сейчас Все Ну Захламлять Этот Эфирчик С С С С Готовы По Отвечать На Вопросы Потому Что Уже Девчонкам Не терпится Вот Так Вот Можно Поиспользовать Потом Остатки Вот Эти Лепесточков Ну Чтобы Их Не Выбрасывать Конечно С С Уберем И Это У меня Здесь Зеленая Краска Должна Быть Я Не хочу Чтобы Здесь Оставался Вот Этот Нежно Розовый Потому Что Он Немножко Выбивается И Вот Если Смотрите Розовый Вот Этот Тканевый Элемент Он Как бы Разваливает Всю Композицию Я Покрасила И Мне Кажется Это Как бы Уже Создает Целостность Вот Этой Цветочной Композиции Поэтому Не бойтесь Перекрашивать Ткани Бумага Очень легко Спокойно Перекрашиваются Насчет То Можете Почитать Информацию О Скроп Клубе Уже Непосредственно Из Поста Мне Нравятся Эти Колокольчики Но Такое ощущение Что Какой-то Акварелью Что ли Красили Я бы Их Перекрасила Но Убрала бы Эти пятна Потому что Они какие-то Нецельные Из-за них На Листочке Вот этом Стебельке Хорошо Смотрится Но В моей Композиции Не Очень Так Пока Подсыхает Краска Давайте Приклеим Вот эту Нашу Палочку Так Я Немножечко Ее Отрежу Так Как Конец Все равно Будет Спрятан Сейчас Схватится Подложу Что здесь Только Клей Нанеслось На самом Деле По-хорошему Нужно Было Было Сначала Наклеить Эту Палочку А потом Закрыть Ее Кружевом Сейчас Наверное Есть О Я Вот так Просто И Сделала Светлю Немножко Дальше На палочку Вы Можете Прикрепить Либо Имя Куклы Либо Название Работы Розетки Просто Какие-то Вдохновляющие Надписи Сделать Бантик У меня Ну Из Любой Ленточки Я считаю Что бантик Здесь Необходимый Элемент Так Как Он Создает Такой Завершающий Ну Элемент Завершающий Который Позволяет Создать Этот образ Шляпки У меня Здесь Был Уже Готовый Бант Наверное Я буду Использовать Его Потому Что Здесь Такая Золотая Тащемочка Нашита Я Сама Нашивала Это Неудачный Бант К Броши Я Хотела Его Делать Куда-то Сюда Но Потом Поняла Что Это Какая-то Невероятная Банальность И Решила Отказаться От Него Вот Так Он У меня Настасия Вот Сюда Идеально Подходит И Где У меня Вот Это Красивая Не Знаю Смотрите Что Думаете Делать Ее Сюда Как Воротничок Интересно Будет Смотреться Или Как Будто Лишний Надо Надо Происходить Еще Вот Таких Лент Купить Ладно Сейчас Наклеим Цветочки У нас Кстати Время Заканчивается Я Я Сделала Вот Эту Сюда Мне Нравится Ну Если Не Успеем Сейчас Бандит Подклеить То Он Вот Здесь Будет Хотел Куда Вот Эту Красивую Винтажную Бусинку Использую Но Сейчас Понимаю Что Она Крупновата Для Всего Этого Вот И Так Давайте Бандит Наклею Чтобы Он Не Падал Очень Важный Момент Не знаю Чувствую Не успеем Доклеить Вот Здесь Остаются Пустые Пространства И Это Не Очень Хорошо И Даже В какой-то Степени Может Недопустимо И Некрасиво Особенно Если Вы Потом Розетку Будете Дарить Или Продавать Никаких Вот Таких Пустот Ну Как Мне Кажется Оставаться Не Должно Поэтому Я Беру Любые Элементы Это Знаете Такие Тычинки Есть Для Цветов Из Холодного Фарфора Или Пластиков Вот Они Так Вот Выглядят И Я Стараюсь Ими Закрыть Вот Эту Пустоту Я Сейчас Перед Эфиром Не Смогла Найти Потому Что Доставала Это Все К Плачу Видимо Где-то Затерялись Вот Таким Образом Вы Все Это Аккуратненько Туда Внутрь В Пустоту Подклеиваете Чтобы Пустого Пространства Не Оставалось Конечно Ж Я Потом Уже Поищу Тичинки И Ну Подклею Вот Здесь Вот За Волосиками Какие-то Вот Эти Мне Нравились Розочки Но Они До Ужаса Не Пластичны Все Если Бумагу Еще Можно Подогнуть Обрезать То Эти Розы Конечно Их Только Вот Куда Там Так Для Создания Целостности Композиции Подсовывать Может Сюда Попробовать Вставить Да Она Желтенькая Такая Приятная Сейчас Здесь Немного Здесь Есть Липкая Основа Я Хочу Убрать Я Вообще Надеялась Уложиться В Один Эфир Убрать так вот старайтесь отгибать цветочки до чтобы они интересно смотрелись но опять же закрывали вот там пустоту которая образовывается от розочки зеленый листочек потому что уже некогда врезать я бы вырезала из бумаги как будто бы не хватает зелени ну весна же весенняя розетка ну вот таким образом потихонечку создаете композицию сейчас мы вот эти остаточки от нижнего слоя розы подклеим в целом можно будет заканчивать я думаю если вы хотите нанести какие-то блестки волос посмотрите там эфир по декорированию русалок можно здесь дополнить еще декор волос в глаза тоже где-то что-то блесточки добавить здесь какой-то такой элемент хочется но не цветы может даже здесь какую-нибудь надпись тоже добавила небольшую так ну а отсюда убрала бы ну потому что они начинают спорить любовь весна счастье что-то такое ненавязчивое потому что вот почему-то она прям просит сюда но надо посмотреть можно здесь продолжить еще цветочки конфетку вам девочки большое-большое спасибо что были на эфире хотела сказать еще думала мы успеем задекорировать палочку но здесь можно подклеивать тоже различные полоски из бумаги здесь у меня какой-то тоненькая блестящая ленточка это из магазина по декору ногтей в общем я все такое покупаю можно пудрами для лимбосинка запудрить все в общем вот такие две весенние розеточки для украшения своей мастерской да и просто может для каких-то раскладок делайте вам всем большое-большое спасибо что пришли очень рада была всех вас видеть и всем пока-пока и увидимся в следующем видео в следующем видео